А сегодня 26 июля 2021 год. Вот такая вот обстановочка в Сочи. Море, 35 где-то градусов жары. Народ отдыхает, реваксирует, кайфует. Все прекрасно, великолепно. Как вы видите, нет никаких масок, нет никаких запретов. Все отдыхают. Работают водные мотоциклы и прочие аттракционы. Пиво и кафешки, рестораны. Все в таком свободном режиме. Вода великолепная. Куча, просто куча аптечных ресторанов потом сделаю. Тоже сводку. Я очень люблю рестораны в Сочи. Постоянно хожу в разные рестораны. Буду теперь это снимать, почему нет. Чтобы была вам полезна рубрика. Поэтому, кому интересно, пишите тему, которую бы вы хотели услышать, узнать. Вот реклама. В общем, народ отдыхает. Вот такой сегодня у нас Сочи. Народ просто с утра приходит на пляж, спит, купается. До позднего вечера потом идут в рестораны. В СМИ также люди отдыхают отлично. Тут вкусная еда в ресторанах. Есть столовые недорогие. То есть для тех, кто хочет бюджетно покушать, спокойно на 500, на 1000 вы можете поесть в столовой. А если хотите ресторан, рестораны на любой вкус, с разными диапазорными ценами. Ну, средним на человека можно, ну, такой средний, где-то 2-3 тысячи, где-то 5 тысячи. Смотрю, что будет лучше пить, конечно. Ну, это вот так говорю по себе где-то, как я хожу. Где-то бывает, конечно, 10 оставляю, где-то 2 тысячи. Но, как правило, средний счет где-то 3 тысячи. В такой, ну, нормальном ресторане, чтобы могла там покушать, допустим, первое, второе. Какой-то алкоголь взять. Ну, если, конечно, мясо или рыбу заказывать, что-то будет дороже стоить. То есть, потому что мясо идет, конечно, по весу написано за 100 грамм. Там цена разная, где-то там, где-то 300 рублей, где-то 400-500. Смотри, какое мясо. Но рыба дороже даже. Но рыба вкусная, свежая. Опять же, уже буду более подробно рассказывать о ресторанах. Вот кукурузу носят. То есть, можно не вставать с лежака и тебе, пожалуйста, и пиво принесут, и кукурузу принесут. Некоторые говорят, мы боимся. Как это можно есть? Да нет, нормально. Буквально у них тут есть точка. Кстати, они платят за это, за сезон где-то 200 тысяч за свою, так сказать, чтобы можно было работать. Также массажисты тоже так платят. Ну вот, получается, он там кукурузы у него кто-то варит. Он буквально возьмет там 10 штучек и отнесет. Потом опять идет до точки. Опять набирает. Поэтому, в принципе, все свежее. Не слышала случаев, сама брала, чтобы кто-то потравил с этим. Ну, вот такая вот жизнь и отдых в Сочи. Просто кайфовая. Меня тут очень нравится. Я не хочу никуда отсюда даже ехать. Хотя бывает, что там всякие по работе командировки. Как-то есть вот Краснодар, Геленджик, но это я вам позже расскажу. Ну, хочу сказать, Геленджик мне очень понравился. Несмотря на то, что это не Сочи. Там как-то городок поменьше, по-домашнему. Ну, несмотря на то, что там, да, грязные пляжи, есть и чистые пляжи. Ну, это уже отдельный выпуск. Здесь мы будем говорить все-таки про Сочи. Про жизнь Сочи. Ну, вообще-то это очень классно получается. Не знаю, как тут, может, кому-то не нравится. Единственный, конечно, еще такой большой минус, что, дорогие друзья, если мы собрались приезжать до сюда, имейте в виду, что, да, тут такая большая жара, стоит где-то в августе-сентябре. И довольно влажно. И многим становится плохо. То есть не все приносят эту жару. Может, давление там зашкаливает. В блинжике, да, клима где-то получена. Опять же, смотря кому. Так что пишите свои комментарии, ставьте лайки. Если кому-то интересна какая-то тема, обязательно поеду, сниму, расскажу. Грустная, друзья, он по нас. Двадцать минут. Два километра от меня. Упали посетать очевидной воде без переворотов. А так что берется новая команда в нашей жизни. И вот тут с тобой морскую прогулку, на которой шансы живут на сочинноморке. Осталось только пять минут на основании. Всех приглашаем. Сейчас немножко солнышко спало, но оно и лучше, потому что более загорать можно и в теньке, но зато более кайфово. Везде вот такие лавочки красивые. То есть видите, как чисто детишки катаются на машинках. У нас чистый город. Даже где-то кто-то там плюет, убирают сразу. Ну, я, конечно, всем тоже рекомендую за собой убирать. Потому что есть люди, которые приезжают, бумажки кидают. Но везде есть урны. Я не вижу необходимости в том, чтобы в некоторых городах просто их нет. Вот тут все-то есть. И раздевалки есть, и мойки есть, и зонтики. И зонтики, конечно, платные по-разному цены. Есть от 400 до 1000 рублей, в зависимости от района стоимость зонтика. Опять же, везде продают алкоголь. То есть кто-то может пойти более в простую, в открытую кафешку, пиво взять за 60 рублей. Кто-то может пойти в ресторан, пиво взять за 250 рублей за бокал. Ну, примерно вот так. То есть тут можно варьировать по-разному. Кто-то есть люди, которые экономят, приезжают, бегут магнитами тут на каждом шагу и покупают уже там алкоголь, еще что-то, чтобы отдыхать. Вино, хочу сказать, будьте аккуратны с вином, потому что вино можно, да, травиться есть и хорошего качества, но его не так легко просто найти. Не факт то, что вам дали попробовать, будет то, что налито. Поэтому тут нужно все пробовать и знать. Особенно на экскурсиях я не рекомендую брать вино, потому что вам дали одно попробовать, взяли другое. В итоге оказалось, что это вообще чистый какой-то уксус, чем-то разбавленный. С медом та же картина. Поэтому тут все надо. Лучше уже найти где-то недалеко какую-то лавку проверенную. Если вы там уже бокал-другой выпили, вы уже будете знать, что там хорошее вино. Но, как правило, в основном оно все поддельно. Хоть они там и делают, типа домашнего производства, но, по сути, не знаю, очень много случаев по отравлению. И вот свином я бы советовала быть аккуратнее. Насчет меда тоже. Но нет тут столько пасек, чтобы столько меда предлагают разводить. Тут, извините, земли свободной нет, чтобы пчел, так сказать, выпасать. А так, чего бы посоветовала? Ну, морские прогулки такие, на закате, днем. Роу, то есть это очень такое кайфовое. Что-то посмотреть и сделать красивые кадры. Вот. Рис. Ну, тоже такой цвет ресторанчиков. Это кто любит всякие роллы, суши и так далее. Ну, мне как-то это поднадоело. Мне очень нравится, вот видите, как ресторан на море. Сейчас попробую увеличить. Нет, что-то не увеличивается. Очень люблю вот такие ресторанчики, которые сделаны... Вот платформа там называется, потому что поближе подойдусь, сниму. Которая на самом море. То есть там и море можно видеть, красивые фотографии. Как правило, там хорошего качества стараются делать сервис, еду. Ну, насчет сервиса нет. Тут не везде, конечно, так все классно. Но, во всяком случае, если не видеть прямо каких-то там мелких минусов, что могут долго что-то вам в меню нести. Ну, то есть по-разному. Не сказать, что везде прямо вот по свистку, да, будут бежать. В основном люди тут все раскайфованные. И не будет такого, что вот прям ты как царь и к тебе будет все бежать. Хотя есть такие рестораны, допустим, на Красной Поляне. Там более, так сказать, к тебе будет отношение. Хороших ресторанов, допустим, на подъемнике. Мне там нравится очень ресторан Гриб. Но это я уже отдельный выпуск потом сниму, когда там буду. Или когда, если попросите. Ну, здесь вот очень много такой сети. Ракушка демноморская. Они делают тут миди, они делают разные ракушки. Ну, довольно вкусно, но жару я бы не советовала. Потому что сколько я не брала, все это привозное. Больше привозное, я так скажу, чем приготовленное. Выловленное сразу. Поэтому тут вот нужно смотреть. Не берите много, пробуйте. И тогда, соответственно, сможете уже дальше какие-то выводы делать. В общем, всем советую приезжать в Суча. Несмотря на то, что тут дорогие цены. Не обязательно брать отель. Так как сейчас в отелях регламент. Нужно делать эти прививки. Либо подключаться, еще что-то. Нужно снять квартиру. В принципе, даже по виду, я так скажу. У проверенных людей, у кого-то. Некоторые годами приезжаю. Спокойно себе жить. Конечно, я говорю, цены разные. О другом выпуске говорила. Летом они очень не доходят. За месяц до 150, до 200. Ну, можно найти, если вам не надо супер там жилье. Может быть там не супер какой-то район. Тут везде море. То есть найти не по очень прям сверхдорогой цене. Относительно опять же. Если за 50 найдете, это хорошо будет. Месяц. И будете себе ходить на море. Кайфовать с утра до вечера. То есть есть дикие пляжи. Есть даже мудийские пляжи. Или можно, в принципе, и вечером там купаться. И никто там вас не тронет. Тут все безопасно. Вообще, я спокойно там могу днем и ночью ходить. Несмотря какие, конечно, районы. В принципе, везде тут все освещено. Цивилизация. Нет такого, как когда-то раньше это было. То есть спокойно можно одной там отдыхать. Так как вот девушки спрашивают, я вот одна хочу поехать. Да, вообще без проблем. То есть где-то что-то можно на автобусе передвигаться. Я на такси передвигаюсь. Ну, как бы автобусы везде ходят. Те, кто не знает, они там покупают эти экскурсии. Спокойно вы можете там пойти на вокзал или даже там на остановку. И спросить у местных жителей. Спокойно вам с душой подскажут, куда садиться, куда вы хотите ехать. Вообще без проблем. Также вместо там двух тысяч вы там за 300 рублей. Ну, не всегда, конечно, но смотря какой маршрут. И тоже красную поляну вы можете на автобусе доехать. Не обязательно там брать какую-то экскурсию. Также вы доезжаете, выходите. И вот прямо перед вами, не знаю, 5-10 метров подъемник. Нет необходимости там какие-то брать. Единственное, что таксисты чуть-чуть даже дешевле продают. Потому что не знаю, какие у них там связи на эти подъемники. Но, хочу сказать, там большие очереди. Поэтому тоже подумайте. И, как правило, подъемник по-разному. До пяти, до шести работает. Потом в межсезонье там у них бывает, что что-то работает, что-то нет. Ну, это уже про зиму. Это уже отдельная тема, кто там с лыжами. А так, ну, с красивых мест. Да, это, ну, Красная поляна. Многие в Абхазии росы, но это я отдельный выпуск сделаю. Ну, пока там простоишь все эти очереди, не знаю, если смысл. Один раз, да. Постоянно, мне кажется, нет большого смысла. Поэтому подумайте. И здесь очень хорошо. И, ну, там дешевле, конечно. Но здесь в Сочи намного все лучше и безопаснее. Я даже так вам скажу. Тема Абхазии я уже отдельно потом выпуск сниму. Вот люди купаются отлично, то есть проводят время. Видите, нет никакой суеты. Ну, то есть это город релаксный. Даже люди работают с таким, с релаксом. Нет такого, что кто-то куда-то бежал, суетился, как в той же Москве. Когда вот мне приезжают подруги и умудряются как-то здесь какую-то суету наводить. Но вот тут такого нет. Это все делается на расслабление, на релаксе, с удовольствием. Поэтому если у вас удаленная работа, добро пожаловать. Ну и всех, конечно. Здесь вы будете кайфовать. Единственное, что работать тут не хотеться. Как правило, у меня работать больше получается зимой. Когда дожди, вот зима тут с дождями. Нет снега, но тут лето круглый год. Но дожди могут идти прям неделю таким потоком. И депрессия наступает. Но зато летом это кайф. Если даже дождик пройдет, это только где-то в радость наверное. Вот мы ждем, что вроде как завтра должен быть дождик. А так, ну вот сейчас неделя уже жара такая остынет. Ну, очень жарко. Что приходится на полу спать, потому что кондиционеры даже дома не помогают. Вот это вот такой минус, конечно. А так, все остальное, конечно, для меня плюс. Вокруг пальма, красиво, кайфово. Позитивные люди. Позитивная природа. Все вокруг позитивно. Вообще очень классно. Так что все приезжайте. Кому интересно еще какие-то другие выпуски, обязательно расскажу и оповещу. Позитивные люди.